Юра спит дома такой, лежит ночью, 2 часа ночи, рогач, каска, номера, все на месте, без потерь, все нормально, такой, знаешь, холодный пот, так, уморочится, голова по подушке, так, болтается, жена будет, Юра, Юра, что с тобой случилось, Юра? А я, а он уже, знаешь, пододеяльник, уже в пододеяльник залез, я в блиндажке. Одевается, я гель в эту кислотину взял, все, я защемил, пройду, рогач, сохран, без потерь, все, рога на месте, все, все, будни копоря, да? Да, это сны копоря, да. Печная тема, скорее всего. У природы нет плохой погоды, есть, вот она, практически с самого верха бруствера, где идет град, вылазит у нас разводник, древний вермахтовый, хороший, качественный разводник. Вот в таком сохране, у оград пошел, все нормально, здесь он залез, как монтировка, ну, вот такой вот он, красивый, все, ладно, пойдем дальше. Ребятки, сейчас будет боль всех красавиц. Смотрите, видите, алюмиха пошла. Сначала я назвал вот эту крышку, смотрите, сейчас будем собирать пазл, вот оно, зеркальце. Тринь, вот тут оно, такого плана, вот тут такого. Тринь, видимо, вот эта алюмиха, где она, я уже потерял ее, е-мое. Куда она делась? Короче, тут две было, вот они. Вот это, походу, обод был на зеркало, вот так вот оно было. Короче, вот оно лезет по частям, ребятки, боль, печаль, трагедия и слезы. Еще что-то там, а, вот еще одно зеркало, походу. Вот стекло от него лезет. Вот так вот. Да, вот стеклышки лезут. Вот еще одно зеркало, сейчас приподниму его, может там еще что-нибудь под низом лежит. Боль, печаль. Разбитые зеркало, смотреться нельзя. Загадка песчаной дыры разгадана. Два зеркала вне сохраняя, вне сохраняя. Алюминиевый ободок шел. Здесь это без крепления. А вот это, которое было поживее, оно с креплением осталось. Вот крепление, вот зеркало. Прикольное зеркало. Боль всех автомобилистов. Подносили зеркала фашистам. Не знаю, от мотоцикла, от автомобиля, от чего-то оно и было. Ну а такой инструмент, грех не забрать с собой. Хороший, качественный немецкий инструмент. Смотрите, какой сохран, господа. Почти верховой лежал. Но не думаю, что современные потеряли. Тяжелый, стильная сторона вот такого плана, глухая. Можно будет спокойно подогнать Ренату. Ему будет очень приятно крутить колеса вдвойне. А, ну еще кусочек цвет меди я подобрал. Отличная вещь, нужная в хозяйстве. Блин, придется сейчас таскать с собой это все. Нарвался на микрополяну. Вот там ямку я вскопал. Вот там ямку вскопал. Накопал фольги. В общем, не люди эти фольги накидали. Наконец-то что-то интересное. Бирка. Алюминиевая бирка. Немножко согнута. Но это, скорее всего, не я по ней. Хотя, может быть, и я. Если где-то свежие изгибы. Мухи. Ничего не вижу, надо Юру с корщеткой. Может быть, что-то здесь и нарисовано будет. Может быть, и нет. И, кстати, чтобы два раза не вставать. Вот такой колпачок от чего-то там был поднят. Тоже надписей я не вижу. Клеем тоже никаких нет. Мухи продолжают липнуть. Бирка. Ну, ничего не копано. Уже радует. Даже фольга не копана. Поэтому сейчас я тут прогуляюсь. По этому пятачку может что-нибудь и вылезет интересного. Короче, подбивать мне руки. Некопанная крышка котелка. Ну, что-то, блин. Я по ней ударил немножко где-то, наверное, с краю. Да, вот она. Она же подпрыгнула, бедняга. Без крепления, к сожалению. Ну, видимо, она уже при жизни была оторвана. Интересно, подписная, нет? Нет, крышка котелка. Сохран более-менее. Вот немножко по краю съехал лопатой. К сожалению, увы и ах. Ну, то, что она некопанная крышка котелка. Вот на такой глубине это уже радует. Вилку-ложку давайте, ребята. Вилку-ложку. Еще один ключ. На этот раз вот такой. Дедушка Хабар меня, видимо, готовит в механике. Но его уже я, брат, точно не буду с собой. Хватит мне ключей. Уже спина валит. А сейчас у нас открывается рубрика «Юный натуралист». Короче, походу, это налимы. А может, и не налимы. Вон их сколько. Они здесь в реке такой лесной. Вон они побежали еще. Все. У них была целая куча. Вон они плывут. Вот эти ребята. Не, не налимы. Это пескуны или как они там называются. Вон они плавают. Товарищи. И один был, вот, еще побежал. Ну, какой шустрый. И первый раз в жизни на лопату я поймал рыбу. Вот она. Этот был с краю всех. Вот он лежит. Да, наверное, это не налим. Это пескун. Да? Ну, или как он правильно называется? Не знаю. По-моему, мы в деревне-то ловили. Они называли их пескуны. С икрой, видимо. Не рестится. Ну, давай, отпустим тебя, бедолага. Первый раз в жизни не поймал на лопату. Плыви. Плыви. О, все, убежал. Вот если бы тут была речка полная лещей, акуней и карасей, было бы покруче. Ну, вот и у меня кое-что более-менее стоящее вылезло. Кирочка! Жалко не штыкарь, а всего лишь кирка, но все равно приятно. Хорош. Мы приведем в чувство, блин, сохран металла очень хорош. Я вам хочу сказать, ребятки, очень хорош. Нормально. Вот попалась мне такая интересная вещь. То ли конина, а нет, не конина, это, наверное, от чемодана какого-то. Или от комода, или от ящика. Вот саморезы. Древние. Ну, это гражданская тема отжата у наших. Ну, вот, цвет медь уже хорошо. Ну, наконец-то, счастье. Не каска, но крышка. Скорее всего, порохового бака. Нормально, сейчас достану, покажу. Вон она, цвет медь, моя любимая. Все, готово. Вот они, 3 килограмма чистейшего цвет меди. Как любила поговорить с Сашей Грей, я бы взяла. Блин, придется таскать с собой теперь. 3 килограмма высшего сорта цвет меди. И я резко прибавлю в весе. В общем, ребятки, как показало дальнейшее развитие событий, вон там, за этими кустиками я там склупнул. Оказалось, микропомойка. В эту ямочку нырнул. И есть какая-то весточь. Сейчас я ее помою. Она там вроде как вся в надписях, вот с этой стороны. Сейчас будем открывать рубрику «Что ты такое». Как приготовьтесь, уважаемые знатоки. Сейчас будем нырять. Внимание, черная дырка. Студию. Французская какая-то вещь. И БПС. Так. Ух ты. Она вся запечатана, походу. Нормальная помойка тут. Мне уже нравится. В общем, отвечать у нас будет, наверное, Александр Друзь. Ждем тебя в комменты, Саша. В общем, вот такая вот вещь. Похожа на крышку. Вроде она целиковая. Там внутри какая-то жидкость. Возможно, это со временем туда попало. Но приз будет объявлен номинацией «Лучший комментатор года». Интересное болото. Я поначалу думал, что это лифт. Но это не он. А это вот он. Так. Сейчас протрем. Какая-то баночка. Может быть, медицина. Может быть, нет. Сейчас глянем. Марш Гэтрэнк. Ни хрена себе. Нормально. И даже лопатой я по нему не съехал. Целый. И там внутри жидкость. Возможно, туда затекла вода со временем. Отлично. Целый. Хорош. Ну, тут все разбросано. Вот там я крышку-то поднял. Банки консервные. А тут они, походу, кидали в это болото. Ты куда полетит? Возможно, где-то тут лежит моя вилка-ложка, которую не придется ремонтировать, Юрий. Копаем дальше. Ну, а сейчас в нашей любимой телепередаче рубрика «Боль, печаль, трагедия и слезы». Он, я Патриков выколопал. Хрен, вот, ученик. Они вот там лежат на такой глубине почему-то. Видимо, здесь сброс какой-то был. Но это не полноценная вот это болото, это не полноценная помойка. Сюда скидывали, куда долетит. Нож. Был нож хороший, наверное. Но, к сожалению, обломан. Мои слезы, моя печаль. Может быть, еще что-нибудь вылезет оттуда? Посмотрим сейчас. А сейчас у нас неожиданно открывается рубрика «Загадка дыры». В общем, вот такую фигню я расколопал. Почему «Загадка дыры»? Потому что там идет капонир, вот за этими кустиками. Там техника стояла. Там явно не блиндаж. В общем, начали вылазить бревна. Вот так вот он спилен. Пошли обрезки, обрезки всевозможных досок. Вот они. Вот это все с глубины я поднял. Там еще много обрезков. Полезли патрики. Потом проволока пошла. И там что-то какое-то, какая-то цветнина. И вроде как большая. Есть подозрение, конечно, что это банка из-под консервы. Но не точно. Интересно. Меня зацепила эта дыра. Понравилась она мне. Мои юные камерадан. Загадка дыры потихонечку разгадывается. Появился горшок раздавленный. Короче, походу они что-то красили. Красили, наверное, технику. Сюда же они в этот горшок спихнули патрики. В набрезке строительного хлама. Вот это все лежало в горшке внутри. И тут у меня вылазит газета немножко. Там еще что-то есть. Фашистская пресса. А может быть и книга. Да, с им что-то. Тред, Уллер, Дэн, что-то. О, отлично. Походу здесь строительный какой-то сброс. Они строили, наверное, блиндаж себе или что. И тут компонир. Вот доска еще одна. Будем разгадывать загадку дыры дальше. Вдруг чего-нибудь вылезет. Может быть вилка-ложка моя там. Надеюсь. А, вот еще провода пошли туда. Уходят, но они обламываются. О, провода с червями. Ох, обломался. Это корень. А там дальше еще провод, наверное. Все, ладно, сейчас буду дальше наблюдать за происходящим. К сожалению, дыра намыкает. Но ведра у меня нет с собой. Ну что, мои юные любители археологии. Загадка дыры разгадана. Горшок. Я его доставал. А, стекло. Доставал по частям. Такое ощущение, что там 15 тысяч горшков лежало. Подошва. Я так понимаю. Задубевшая. Так. Ну как же без консервы. Пошли ампулы с цианистым калием. Раз, два, три, четыре. Четыре ампулы. Две с мошьяком и две с цианистым калием. Вот такая вот вещь. Похожа на воск. Но непонятно. Но она плавает. Она плавает. Она не тонет. Сыр, как обычно. Да, вылезло у меня еще зеркало. Остатки зеркала. Поломанный нож. Ростфрай. Сейчас протру клеймо покажу. Золинген. Поломанный на две части. И вот еще такая вот тема. Может быть это медицина. Стекло. Ну вот вы видите сами. Рубрика «Что ты такое?» И для чего? Ну в принципе сюда я еще вернусь. Потому что мокро и очень влажно. Надо будет брать ведро. Совершенно неожиданно. Крышка зажигалки. Верхняя часть. Скорее всего от зажигалки. Второй части нет. Я чуть успокоился. Господа. Какой-то значок. Смотрите. Я его еще не мыл. Но наверное с креплением несохранный будет. Не знаю. Сейчас я его помою и мы посмотрим. Не может быть такого. Я сейчас вам покажу его. Из этой ямки. Да. Рад. Охренеть. Вот эта находка. Крутяк. Здесь стройбат походу стоял еще. Нормально. А вот крепление у него ушло. Сейчас его немножечко помою нормально. Красиво. Скину Юры. У него подорвутся очки просто. Все. Сейчас буду его чистить. Обмыл в этой грязной водичке. К сожалению без крепления. Ну да ладно. Главное что не обломан. Гэс. Дальше чудо очень плохо видно. Ну в общем. Ложка Радовская у меня есть. В сохране 38 года. Теперь к этой ложечке. Кокарда Рад. Фашистский стройбат. Отлично. Нормально. Ну что мои юные любители Хабаркут. На сегодня у нас телепередача подошла к концу. Покопал я неплохо. Покопал я хорошо. Было выкопано немерено шмурдяка. Консервных банок. Ну и были конечно приятности. Все кто смотрел и кому понравилось молодцы. Кому не понравилось и кто не смотрел тоже молодцы. Все. Пока. Чус. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok